Всем здравствуйте! Вы на канале Дары Вселенной. В этом ролике вы узнаете о народных приметах марта. Если 1 марта тепло и солнечно, значит вся весна будет такой. Если же в этот день идет снег, значит будет хороший урожай. Если дует теплый ветер, ждите дождливое лето. А если дует северный ветер, значит лето будет холодным. Коли в марте снежок задул на лес, то будет урожай на огороде. Вороны громко каркают к холодам. Дубрава потемнела к оттепели. В первый день весны, если потеплело, впереди еще будут заморозки. Весенняя погода обманчива. Если бросить на снег веточку и она провалится, скоро будет тепло. Если останется лежать на поверхности, холода еще долго не отступят. На льду водоема плещется вода к теплу. Зяблик громко кричит к холодам. Предметы вдалеке кажутся выше и больше, чем на самом деле к оттепели, а также к снегу или дождю. Густой туман в этот день к ненастному лету. Паводок в первый день весны небывалому нашествию насекомых и грызунок на поля. Март неверен, то плачет, то смеется. Март по зиме сшибает рог зиме. Февраль зиму выдувает, а март ломает. Мартовская вода целебная. В марте и курица из лужица напьется. Заядлым рыбакам этот день пропускать нельзя. Считается, что щука, плотва и лещ особенно хорошо клюют в первый день весны. Если 1 марта беременная женщина встанет на пригород и посмотрит на первое весельное солнышко, у нее родится здоровый и крепкий младенец. Если женщина наберет снега в полдень и оботрет им руки, они будут чистыми и нежными. Снег и талая вода, собранные в первый день весны, во многих областях считаются целебными. По народным поверьям, 1 марта повесился Иуда, один из учеников Христа, предавший его. Поэтому в этот день положено усиленно молиться за своих ближних, чтобы самоубийц в роду не было. Еще 1 марта называют Ярелин день. Что нельзя делать 1 марта в Ярелин день? Наши предки считали один из самых светлых и ярких, поскольку сегодня славят бога плодородия, а также пробуждающийся после зимней спячки природу. Запрещается в Ярелин день заниматься рукоделием. Нитка будет путаться, а ткань рваться. В итоге ничего не получится. Нельзя 1 марта ссориться и ругаться. Брань и сквернословие могут сильно разозлить Ярела. А поэтому сегодняшний день надо провести в мире и согласии. Нельзя ни на кого обижаться. Все обиды надо тут же прощать. Если не получается это сделать самостоятельно, можно посетить храм и попросить помощи у иконы Матери Божьей. Также не стоит в праздник Ярелы вспоминать прошлое. 1 марта – это день планирования будущего. Сегодня надо подумать о том, чего хотелось бы добиться весной и построить план, как это сделать. Тогда удачно точно будет рядом с вами. Те же, кто застрянет на Ярелу в прошлом, обдумывая свои промахи, будет тут же наказан. Фортуна может отвернуться на долгий срок. 1 марта нельзя сидеть дома. Только выйдя на улицу под лучи солнца, можно получить благосклонность судьбы. Запрещается стирать в этот день. Здоровье уйдет вместе с используемым для стирки водой. Не рекомендуется мужикам на Ярелу мериться силами, даже в шутку, иначе спина начнет болеть. Притом избавиться от боли будет невозможно. Всю жизнь придется вспоминать о нарушении первомартовского запрета. Что же можно и обязательно нужно сделать 1 марта в Ярелин день? Беременные должны проснуться как можно раньше, чтобы увидеть рассвет. И тут же выйти на улицу под ласковые солнечные лучи. Тогда родится крепкий, здоровенький малыш. Матери 1 марта должны дать своим деткам по венику, чтобы они подмели снег во дворе. Тогда они не будут болеть и все неприятности пройдут стороной. До 1492 года, в первый весенний день, было принято отмечать Новый год. Вплоть до 19 века он даже был выходным днем. Начинались новогодние праздники Ярилиными днями. В марте на дворе было еще холодно, поэтому все вечера девушки часто проводили за рукоделием. А многие гадания на Ярелин день были связаны с иглами, домашней утварью и инструментами. Взять белую тарелку и положить в нее 21 иглу. Желательно, чтобы до этого ими не шили, налить воду и посмотреть на получившиеся фигурки из иголок. Если появились кресты, то этот знак, что у гадающего есть недоброжелательный. Количество крестов указывает на их число. Много крестов в предупреждении, что надо пойти в церковь, покаяться и причаститься. Этот день празднуют именины Антонина, Данил, Евдокия, Илья, Павел, Макар. Неразборчивым людям, не умеющим разбираться, кто друг, а кто враг, следует приобрести миниатюрную маску орликина и носить ее с собой на деловые и дружеские встречи. Этот амулет способствует тому, что через некоторое время правда выйдет наружу и недруг сам себя раскроет. На этом все. Верить или не верить в народные приметы – дело каждого. Все приметы передавались из года в год, из столетий в столетие. Предки записывали, передавали как сказания детям, внукам. Делитесь своими знаниями, какие приметы до сих пор работают в наше время, какие вы встречали и какими вы сами пользуетесь. Всем огромная благодарность за подписки, лайки, комментарии. Здоровья и добра! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok